Девчонки, всем огромнейший привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы поговорим с вами про мои очередные покупки из магазина L'Etoile в Черную Пятницу. Это, получается, вторая часть моих покупок, а точнее мой второй забег в этот магазин. Акция проходила, по-моему, в декабре, но периодически у них эта акция повторяется. Вот, например, недавно тоже нужно было купить больше, чем на 10 тысяч и получить какую-то бомбезную скидку. Я же брала товаров на 10 тысяч, и скидка моя составила 70%. На моем канале уже было такое видео, ссылочку я оставлю где-нибудь здесь вверху. Если интересно, можете пройти и посмотреть, что же я там купила. В подобной акции, которая проходила недавно, я уже не стала участвовать. Во-первых, опять стали повторяться бренды, во-вторых, как-то уже скучно и неинтересно, а в-третьих, просто не хочется тратить свои деньги, потому что в любом случае ты начинаешь просто вот шариться по полкам, искать, какие же товары тебе взять, что тебе набрать на 10 тысяч, чтобы получить эту самую заветную скидку. Данная акция подойдет для тех, кто не знаком с определенными брендами и давно хочет с ними познакомиться. Также выходит очень хорошая скидка на определенные товары. Если вам интересно посмотреть, что же я приобрела, то оставайтесь со мной. Вот такой получился длиннющий чек со всеми позициями. Получается, что я даже не набрала на 10 тысяч, в общем, у меня получилась вот такая цена, но все равно прошла скидка в 70% и была потрачена вот такая вот сумма денег. Это если кому-то интересно. Буду показывать товар и сверху буду подписывать, за какую стоимость я его приобрела. Давайте начнем с более такого габаритного. Я приобрела вот такую вот вазу. На самом деле была очень удивлена увидеть вообще в Литуале вазу. На донышке есть вот такая вот наклейка с описанием. Это у нас коллекция Литуаль Хо. Материал полиэтилен, но это такой вот пластик. Вот такая вот интересная ваза. Мне очень понравилась ее форма. Понравился вот этот рельефный дизайн и цвет. Очень даже классная. Мне как раз-таки нужна была похожая ваза. Мне кажется, она классно впишется в любой интерьер. Смотрится она стильно и красиво. Я уже недавно ставила туда цветочки. Смотрится очень даже привлекательно. Ваза обошлась в 119 рублей. Я считаю, очень классная цена. Выполнена ваза качественно. Нигде никаких порезов и каких-то потертостей нет. Я ей осталась очень довольна. Так как я рыскала в Литуале в поисках определенного товара, так как не на все, конечно же, была скидка, я набрела на стенд с бытовой химией. Оказывается, в Литуале тоже продается бытовая химия. Там есть и кондиционеры, и всякие разные порошки, и даже гели для стирки. И я решила приобрести бренд Дорогая Молли. Это универсальный гель для уборки в ванной комнате. Здесь такой вот удобный носик. 500 мл, конечно, небольшой объем, но вот по скидке получилась очень даже нормальная цена. Равномерно нанести на грязную поверхность, оставить на 2-3 минуты и протереть губкой или щеткой. Ну и тщательно смыть. Попробую в скором времени, пока добиваю всякие разные другие бытовые средства. Попробую обязательно помыть ванну и раковину, и потом уже ждите подробный отзыв в пустых баночках про бытовую химию. На самом деле, очень прям интересно вообще, чем это средство пахнет. Не будет ли оно химозным? Кто тестировал, то пишите в комментариях. Теперь давайте покажу вам один парфюм. Так как в черной пятнице участвовал бренд Dolce Milk, оказывается, этот бренд выпустил парфюмерию, что было для меня просто удивительно. И я нашла на полочке последний аромат, вот такой вот. Там еще было много разных ароматов, таких зеленых, по-моему, с лаймом. Но вот этот вишневый, он был единственный. Вот такая вот интересная коробочка, видимо, его разобрали. Смотрится, конечно, очень интересно. И сзади идет вот такое вот описание. Парфюмерная вода для женщин, дикая-дикая вишня. Ванильно-мускусная база, миндальная нотка, ну и, конечно же, вишня. Здесь интересное описание. Указано, что вишня обворожительна, что в компонентах есть жасмин. Эти ребята созданы друг для друга. Есть миндальная нотка. В спину им дышит ванильно-мускусное обожание толп. Ну вообще обалдеть, кто это только сочинил. Вот такая коробочка. Здесь получается 50 миллилитров. И, конечно же, интересно, как выглядит флакончик. Флакончик тоже выглядит довольно забавно. Вот так. Очень прикольный пакетик молока. Задумка, конечно, интересная. Здесь такой вот логотип Dolce Milk. Выглядит как молоко, кефир, йогурт, не знаю, все что угодно. Что-то такое интересное молочное. Достаточно такая упаковка увесистая. Я думаю, что многие проходят мимо этого аромата, а очень зря. А все почему? Потому что кажется, что это какая-то детская упаковка, детское оформление. И мне кажется, многие считают, что это детский аромат и проходят мимо. Но на самом деле я тоже думала, что это детский аромат. Я бы прошла мимо, если бы не эта скидка. На первый взгляд кажется, как будто аромат будет детским, таким легким, невесомым, таким слабеньким. Но на самом деле нет. Аромат, девчонки, достаточно богатый. Мне по скидке аромат обошелся в 599 рублей. Это крутая цена. Так, в магазине сейчас его можно купить за 1999 рублей. Можно, конечно, списывать какие-нибудь бонусы, приобрести за 1000 рублей. И я советую вам познакомиться с вот этим вишневым ароматом, если вы любите нотки вишни. И плюс также у Dolce Milk есть множество других ароматов. Мне вот, например, еще понравилась линейка с ванилью для любителей сладкой кондитерской ванили. Очень тоже интересный, привлекательный аромат. Остальные я не тестировала. Пока знакома только с ванилью и вот с такой вот вишенкой. Но так как я фанатею последнее время от вишни, то, конечно же, я купила эту заманчивую вишенку. Открывается аромат вот таким вот образом. Вот такая вот получается крышечка. Это просто невероятный аромат вишни. Аромат очень дорогой, и он похож на нишевую парфюмерию. Его вообще спокойно можно спутать с ароматом Tom Ford Lost Cherry. Вот кто бы мог подумать, Dolce Milk выпустил парфюмерную воду, которая пахнет Tom Ford'ом. Это вообще как? Представляете, и такое бывает. Вот у меня, например, есть аромат от Планеты Органики. Вот так вот называется, который тоже я показывала в каких-то покупках. И Планета Органика тоже молодцы. Они выпустили аромат, который тоже очень схож с нишевой парфюмерией. И аромат, который напоминает Max Philippe Cherry. И вот такой вот аромат Max Philippe, это получается тоже нишевая парфюмерия, только более такая бюджетная. Ну как бюджетная, то есть его можно купить, наверное, сейчас тысяч за семь, такой флакон. Но стоит он все равно бюджетнее, чем тот же самый Tom Ford. А пахнет точно так же. Вот эта вот вишня просто шикарная. Такая дорогая, опьяняющая вишня. И получается, что вот этот вот Dolce Milk прям очень похож, даже не очень похож. Это просто вот стопроцентный аналог Max Philippe Cherry. И также Tom Ford Lost Cherry. Просто вот один в один. В нотах указан миндаль, жасми, на самом деле я их вообще не чувствую. Я чувствую именно такую вот спелую, такую томную, сладкую вишню. Еще здесь чувствуются немного такие ликерные ноты. Ну в приятном смысле этого слова. Огорьковатая косточка вишни. И прямо такая вот сочная вишневая мякоть. Обалденный просто аромат. Действительно в стиле нишевой парфюмерии. Я не понимаю, как Dolce Milk могли создать такой вот просто шедевр, точный клон Lost Cherry. Я брала на работу этот аромат, я им душилась. Я спрашивала свою подругу, чем же от меня пахнет. И она сказала, что у тебя Tom Ford Lost Cherry. Я говорю, нет, это Dolce Milk. Она, конечно, мне не поверила. Это говорит о том, что ароматы действительно очень схожи. Поэтому, девчонки, если вы любите вишню, советую вам зайти в L'Etoile. И обязательно протестируйте этот аромат. И вы убедитесь в том, что ароматы очень похожи. Стойкость, кстати, тоже хорошая. Я его слышу на себе где-то часа четыре. Потом, конечно же, хочется аромат уже обновить. Здесь шлейф небольшой есть, но, конечно, не километровый. Но люди будут чувствовать этот аромат. Но, опять же, смотря, сколько вы на себя будете наносить этого парфюма. Так что я осталась в восторге. Я с удовольствием буду пользоваться и дальше этой прелестной баночкой. Так что, девчонки, обязательно тестируйте. Следующее, что я приобрела, это будет вот такая вот баночка. Такой вот бренд. Я не буду коверкать название. Это бренд с единорожкой. Это бананомания. Вот такое вот жидкое мыло. 300 мл. Она идет еще и с удобным дозатором. Сзади вот такое вот описание. Красивая яркая упаковка. Протестировала аромат из крышечки. Пахнет бананом, но таким немножечко химозным. Ненатуральным. Но все равно очень даже приятное мыло. Оно такого желтого цвета. Я думаю, будет приятно пользоваться таким мылом. Оно будет поднимать настроение. Я сама, конечно же, я еще его не тестировала. Но как-нибудь возьму в свой уход. Еще одно жидкое мыло. Это получается бренд Мия. Я рассказывала более подробно об этом бренде в другом видео. Про покупки Литуаль. И я взяла вот такую вот красивую баночку. Но не смогла я пройти мимо. Вот так вот называется. Шелковистое жидкое мыло для рук. Капля росы. И тут вот еще идет описание. Не очень удачный цвет надписи. Фруктово-цветочный аромат с нотками пачули. Я думаю, тоже будет пахнуть очень приятно. Тут такая вот, смотрите, интересная многогранная упаковка. Тоже есть дозатор. И очень будет красиво тоже смотреться в ванной комнате. Вообще на подарок тоже шикарно. Также я решила из магазина Литуаль взять что-то для волос. Я брала два лака, которые уже я отправила почтой. Эти лаки были мне адресованы. А себе я взяла вот такой вот сухой шампунь. Я люблю сухие шампуньи. Я, конечно же, люблю тестировать и пробовать что-то новенькое. И данный бренд тоже участвовал в Черной Пятнице. Вот такой вот сухой шампунь. Здесь 200 мл. И написано просто сухой шампунь, объем. Получается вот так вот он раскрывается. И вот это вот белая пыльца, которую вы разбрызгиваете на волосы. Но перед этим, конечно, нужно его хорошенечко встряхнуть. Ну, что хочу сказать. Мне не понравился. От слова совсем. Хотя так он стоит, конечно, дорого. Около 500 рублей. Я считаю, неоправданная просто цена. И шампунь плох чем. Мне он не понравился своей белой пыльцой. Остается очень много вот этой белой пудры. Просто по всей поверхности головы. И она абсолютно не вычесывается. Конечно же, смотрится это как какая-то мелкая-мелкая такая перхоть по всей голове. А волосы, конечно, освежают. С этим я не спорю. Но белая пыльца, она просто по всем волосам. Если вы блондинка, еще куда не шло. Но вот у меня корни темные. И у меня очень сильно это все дело видно. Поэтому как-то не очень. И приходится очень хорошенько вычесывать. Я после этого шампуня включаю фен. И пытаюсь хоть как-то смахнуть эту пудру своих волос. Вот так вот спасаюсь. Поэтому даже не знаю, буду ли я пользоваться и добивать этот сухой шампунь. Либо, скорее всего, просто его выкину. Дальше вот такая вот идет коробочка. Вообще, я сначала подумала, что это тоник. Вроде тут написано тоник. А оказывается, это тонизирующая маска с голубой глиной для всех типов кожи. Здесь вот такие вот разные тут компоненты. Применять один-два раза в неделю. Вот состав. Я ее открыла, но тоже пока не тестировала. Потому что в уходе очень много средств. И я даже не знаю, когда у меня руки дойдут до этой новой косметики. Вот такой вот интересный тут тюбичек. Он был не запаян. И внутри вот такой вот лазурный голубоватый цвет. Аромат мне как-то не очень понравился. Вы знаете, прям очень сильно в нос бьет спирт. Как бы эта маска не была спиртовая. Не люблю такие маски. Так как при нанесении будет очень сильно жечь глаза. Даже не знаю, есть ли здесь спирт. Ну вот пока по первому впечатлению так. Хочется, чтобы маска просто хорошо очищала лицо. Без каких-то вот этих спиртовых испарений. Дальше вот такая вот тоже яркая красивая баночка. Это бренд Soda. У них всегда такие яркие кислотные просто упаковки. И тоже пройти мимо очень сложно. 200 мл. Кое-как я здесь нашла описание на русском. И опять-таки все так мелко написано. Это маска для окрашенных волос Irish Cream. Правильно я прочитала? Это вообще что? Это какой-то молочный коктейль. В общем-то маска, видимо, с ароматом какого-то молочного коктейля. Она тоже была запечатана внутри. Но я ее открыла. И я удивилась, какой тут интересный цвет. Да еще и консистенция. Посмотрите, она прям такая вот фиолетовая. С перламутровыми частичками. Интересно, как это будет на волосах. Может быть, она против желтизны? Я не знаю. Пахнет она печеньем. Да, прям запах юбилейного печенья. Очень интересно. Такого аромата в масках для волос я еще не встречала. Интересно, будет аромат оставаться на волосах или нет. Ну, даже не знаю. На эту косметику обычно отзывы такие неоднозначные. Как бы эта маска не была пустышкой. Но мне все-таки вот интересно познакомиться с этим брендом. Потому что до этого я ничего не брала. И еще есть одна масочка. Это тоже косметика с единорожкой. И это Бананомания маска для сухих волос. 200 мл. У меня получается такая вот будет парочка. Жидкое мыло и маска для сухих волос. Разглаживает поверхность волос. Делает волосы гладкими, блестящими и послушными. Оставить на 7-10 минут. Но это как-то маловато. Поэтому я буду держать, наверное, полчасика. А может быть даже и целый час. Такая тут получается фольга. Но тут открывать не буду. Ладно. Потом возьму в свой уход и буду тестировать. Опять же, более подробный отзыв будет либо в уходовой косметичке на месяц. Либо в пустых баночках. Дальше у нас пойдет Лорен Косметик. Кстати, очень люблю эту косметику. Она очень даже неплохая и бюджетная. Я взяла вот такой вот тоник. Вот с таким названием. Увлажняющий тоник. Не содержит парабенов, сульфатов. Подходит для всех типов кожи. 195 мл. 5 мл не доложили. Содержит также еще витамин Е. Должен увлажнять и тонизировать. Ладно, не будем терять время. Он вот так вот хорошенечко запечатан. Я не могу его открыть. Но я думаю, что он будет пахнуть чем-то свежим, приятным. И немножечко сладковатым. Люблю такие вот прозрачные тоники. Именно тоники, не тонеры. Они обычно хорошо освежают лицо, убирают остатки загрязнений, тонизируют кожу, увлажняют ее. И кожа потом становится такой тоже приятной на ощупь. Далее в Черной пятнице участвовал вот такой вот бренд. Я так понимаю, вот дикая природа. И я посмотрела, кто изготовитель. Это у нас получается Испания. Ранее не знакомывала вообще с этим брендом. У них там тоже есть целая линейка уходовой косметики. И тоники, и кремы разные. Это 150 мл. И я взяла гель для умывания с дамасской розой. Тщательно очищает и при этом не сушит кожу лица. Вот такой состав. Я его уже открыла. Роза, здесь такая вот гелевая консистенция. И аромат мне понравился. Слава богу, это не тошнотворный аромат розового масла. Это такая приятная роза. Я бы даже сказала, аромат таких вот красных сухих лепестков розы. Да, очень приятный, мне нравится. Классный запах. Будем тоже тестировать. Очень даже интересно. Люблю всякие разные умывалки, прозрачные гели для умывания. Самое главное, чтобы данный гель не был жидким, чтобы он не растекался по коже, был более-менее такой средней консистенции и хорошо кожу очищал. Тоже, девчонки, если знакомы с этим брендом, то пишите в комментариях. Опять косметика Мия. Вот такой вот тоже красивый крем. Это нектар дикой вишни. Опять же, любимая вишенка. Разглаживающий бальзам для ног. За разглаживание отвечает карбамид и тройка кислот. Молочная, гликолевая и миндальная. Содержит масло ши, авокадо, какао и миндаля, которые питают и увлажняют кожу. В составе есть глицерин, масло ши. И я сначала не поняла, как вообще этот крем открывается. По привычке начала просто откручивать эту крышечку. Оказывается, нет. Здесь вот такой вот идет дозатор. То есть вы берете вот так вот, раскручиваете крышечку. Оп, дошли. Все. И потом отсюда вы выдавливаете этот крем. Вот такая вот магия. Вот такая вот у него текстура. Текстура на самом деле такая вот легкая. Самая такая классическая глицериновая, которая долго-долго впитывается и которую нужно возюкать по коже. Не очень такую на самом деле люблю. Аромат классный. Пахнет цветками вишни. Прям такой весенний. Чуть сладковатый аромат. Очень мне понравился. Какое-то время аромат остается на коже, что мне понравилось. Не сразу улетучивается. Приятный. Вот. И получается такой гладкий участок кожи. Ну такая тут как будто бы тоже на поверхности пленочка, как будто бы это такие жидкие перчатки. Но я люблю такой эффект. Нормальный. И ноги становятся очень даже гладкие. Но если у вас кожа ног сухая, то этот крем не справится. То есть он больше подходит для нормальных стоп. Именно для того, чтобы поддержать увлажнение кожи. Но задумка очень даже интересная. Особенно мне понравился вот этот откручивающийся клапан. Очень так интересно придумали, конечно. Первый раз вообще вижу такую упаковку. И ароматы у бренда MIA мне тоже понравились. Классный. И гель для душа, и кремы. В общем, там все здорово. Оказывается, у меня еще есть два средства от бренда Soda. Такая вот упаковка. Тут хвостик рыбы. Так, что это у нас такое? Пенка для умывания. Я уже даже и забыла, что это такое я взяла. Но опять же, по-моему, товары были в единичном экземпляре на полках. И вот то, что я увидела, то я, собственно, и взяла. Ух ты! Вот такой вот тут интересный цвет. Это, наверное, цвет бутылочки. Такая небольшая. Тут у нас всего лишь 80 мл. Она просто малышка. Тут такой вот дозатор. Пока открывать тоже не буду. Пока что поставлю в запас. Я думаю, что будет больше напоминать мусс. С такими воздушными пузырьками. Ну, я такие пенки люблю использовать по утрам тоже, чтобы освежить свою кожу. И еще одна вот такая вот упаковка от Soda. Такая тоже, смотрите, красивая. Это гель для очищения лица. В общем, запаслась я всякими разными умывашками. Я думаю, хватит надолго. Такая упаковка. Смотрите, какой интересный дозатор. Гель для умывания. Интересно. Прямо выглядит, как сыворотка какая-то. Так, и объем этого средства тоже 80 мл. Такие вот малыши. Мне кажется, тут еще, смотрите, какие-то частички есть. Как бы скрабирующие. И вроде бы как гель довольно-таки густой. Это я буду использовать вечером. А вот такую вот пенку и мусс буду использовать в утреннее время. Очень меня привлекает вот такая вот морская линейка. Таласотерапия. У меня, кстати, она уже была. У меня когда-то был вот такой вот крем-эксфолиант. Это я решила повторно его купить. Был крем для лица. Очень приятно пахнет какими-то такими морскими минералами. Я фанатею таких ароматов. И это крем-эксфолиант. Минерально-грязевой с окаменевшими водорослями. У меня он был давным-давно. Но я помню, что он мне понравился. То есть тут идет такая вот кремовая подложка. И небольшие скрабирующие частички. Ой, ну аромат это просто сказка. В общем, пахнет какими-то минералами мертвого моря, солью, морем. Шикарный просто запах. И водорослями, да. Классный. Скрабирует, кстати, неплохо. Отшелушивает тоже неплохо. Такой нежесткий, конечно же, эксфолиант. Такой, который и должен быть. Очищает тоже очень даже хорошо. Так, и в пару к нему я взяла на пробу тоник. Тоже минеральный. Освежает и восстанавливает с экстрактом жемчуга. 200 мл. Вот такое вот описание. Водорастворимая форма морского коллагена. У меня уже язык начинает заплетаться. Потому как сегодня пятница. Я после работы варю сегодня целый день. Поэтому язык уже все пляшет в своем каком-то ритме. Такая вот откиданная крышка. Но вот здесь, знаете, уже как будто бы другой запах. Тут как будто бы пахнет цветами. Не чувствую тут прям такого морского аромата. Свежесть есть. Но эксфолиант пахнет поприятнее. Ну, в общем, тоже будем использовать, смотреть. Следующее, что я приобрела, это будут женские штучки. Дневные прокладки сатоми. Без отдушек красителей. Но, опять же, я взяла только вот чисто, чтобы добить. Для определенной стоимости, то до 10 тысяч я так и не дошла. Здесь 10 штук. Незнакомо вообще с этой маркой. Но это такие расходные штуки, которые нужны всегда. Вряд ли я вам о них где-то расскажу. Поэтому давайте просто мы уберем куда-нибудь. Вот сюда уберем. Обычно в Литуале я всегда покупаю влажные салфетки. Дольче Мил. Это просто мои любимые влажные салфетки. И в этот раз они тоже выходили по классной цене. За 14 рублей. Вот, представляете? То есть вот такие вот салфетки. Вот эти салфетки у меня уже путешествуют в мои сумки. Так, по-моему, они стоят 59. По акции вышли за 14. Я набрала кучу этих салфеток. Тут я, конечно, вам все в видео не покажу. Часть я уже просто раздарила. Часть использовала. Но их было очень много. Ну, потому что цена была просто привлекательная. Здесь 15 штук. Подруга моя тоже любит эти салфетки. Они классно пропитаны влагой. Сочные. Приятно пахнут. Интересные такие у них отдушки. Например, вот эти антибактериальные салфетки пахнут авокадо и мятой. Вот. Очень даже интересная такая у них отдушка. Следующие салфетки тоже я вам уже показывала. Только это у меня другая партия. Розовые. Это гранат и ревень. Тоже сладковатый запах. Причем не могу сказать, какие салфетки мне нравятся больше. Вот. У всех приятные отдушки. Вот такая красивая зеленая упаковка. Это имбирь и бергамот. Вот это для любителей таких цитрусовых ароматов. И последние влажные салфетки. Это вот такие вот оранжевые. С тыковкой. Пряная тыква. И сочный апельсин. Вот эти пахнут просто бомбически. Я этически покупаю. Очень мне они нравятся. И последнее средство. Косметическое, которое я покажу вам в этом видео. Тоже вот этот бренд Satomi. То есть помимо прокладок они еще выпускают продукцию для женской интимной гигиены. Это женская пена для бритья. 150 мл. Японский сад. Уважняет и питает кожу. Я планирую использовать ее для бритья всего, чего только можно. Я вообще обожаю такие вот пенки. Я думаю, можно будет даже с ней просто помыться, освежиться. А, еще не тестировала. Ну, давайте вот вместе. Сейчас с вами ее выдавим. Посмотрим, какая тут будет текстура. И будет ли эта пенка напоминать пенки от Невея. О! Эта пенка воздушная. Прям на самом деле очень похожа на Невею. Такая вот. Мягкая. Так вот распределяется. Ух ты, какой у нее насыщенный яркий аромат. Прям пахнет какими-то цветочными такими яркими духами. Не знаю, как пахнет японский сад. Она напоминает аромат жасмина и водяной лилии. Вот. Да, ну приятный запах. У меня от него не болит голова. Такая вот пенка. Она как будто бы еще немножечко с розоватым отливом. Но тоже скоро возьму. У меня, в принципе, не так много осталось пенок для бритья. Когда-нибудь доберемся и до этой пенки. Все. Разобрали мы с вами очередные мои покупки из Литуаль. Это еще не все. У меня был еще один забег в Черную Пятницу. И еще одни покупки по интернет-магазину. Чтобы не пропустить мои видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. А также на мой канал на Яндекс.Дзен. Все ссылки я оставляю внизу в инфобоксике. Обязательно оставляйте свои комментарии, чем вы пользовались из представленного. Мне всегда будет интересно почитать ваше мнение. А я, как обычно, всем желаю отличного настроения. Удачного дня. Всех целую. Всем пока-пока.